Не совсем так. Дело в том, что в Excel есть внутренняя разметка и нет никакой гарантии, что итоговый файл CSV получится нужной вам структурой. Это очень дискуссионный вопрос. То есть вы имеете не просто CSV формат, а именно такой, чтобы в нем вот эти вот точки с запятой были бы не зря стояли. Конечно, не просто так. Почему очень важно, чтобы открытые данные публиковались в том числе как датасеты? Потому что есть большое количество людей, которые не умеют работать с технологиями, они не умеют программировать, но они должны иметь доступ к этим данным. И когда у вас есть в одном файле информация о всех домах Санкт-Петербурга, 30 тысяч домов, в виде одного файла CSV, то есть журналисты, например, активисты, они уже научились работать с этими данными. Они скачали и что-то с этим делают. Если у вас данные предоставляются с помощью API, программного интерфейса, они не могут это сделать, потому что они не умеют с этим работать. И активисты очень важны для движения открытых данных, и они должны объединяться с программистами, чтобы делать какие-то новые проекты. То есть вот здесь показан пример того, что умеют делать активисты. Активисты умеют привлекать внимание. Например, вот у нас сюда ямы на дорогах, известная проблема России. Значит, что сделали активисты? Они нарисовали лица чиновников с открытыми ртами в виде ям. Через некоторое время ямы были заасфактированы. Собственно говоря, то, что умеют делать активисты, и то, чего не умеют делать программисты, они должны объединяться, и, соответственно, тогда тематику будет развиваться лучше. То есть технологий недостаточно, надо, чтобы были люди, которые умеют привлекать к этому вниманию, умеют это развивать, умеют делать проекты. Очень часто их катоны заканчиваются ничем, потому что там просто приходят программисты что-то походить. И на сегодняшний день и в России, но не только в России, существует очень большой разрыв между активистами и программистами. И, к сожалению, этот гэп нужно уменьшать. Вот это мой любимый пример объяснения того, зачем нужны открытые данные. Собственно говоря, в России очень долгое время... Вообще, если мы посмотрим город, в городе есть главный архитектор, который отвечает за... Утверждает генеральный план города, ну или мастер-план по европейским стандартам. Генеральный план города очень важный документ, который отвечает, где и что можно строить, а где и что строить нельзя. Если строители не будут знать, что здесь, допустим, через 5 лет будет промо-зона, или там, допустим, захотят сделать парк, да, а если он этого не будет знать, то он как бы не сможет спланировать свою деятельность. И, собственно говоря, вот есть такой человек, называется главный архитектор. И долгое время генеральный план города был секретным документом. Никто не мог видеть генеральный план города. Соответственно, приходит строитель и, так сказать, вот прям напрямую заходит в комнату чиновника и видит там вот этот вот занавес секретности. Буквально он видит занавес, который закрывает генеральный план города. И говорит, я хочу построить здесь то-то-то. Главный архитектор подходит к этому занавесу, открывает его, чтобы посмотреть, можно там строить или нет. И закрывает. Что он там увидел, не знает никто. И говорит, допустим, строить. Строить нельзя. Соответственно, что за этим может последовать? Дача взятки. Соответственно, как бы, вот это тот пример, почему органы власти должны быть максимально открыты для того, чтобы всем бизнесу, людям было хорошо. Слава богу, генплан сейчас не является секретным. Но на самом деле органы власти предпринимают Россию все, чтобы генеральный план так или иначе не был доступен жителям города. То есть последний пример. То есть сейчас вот Санкт-Петербург единственный город, у которого есть электронная версия генерального плана, который добыли депутаты нашего собрания, они добыли его в векторном формате и, соответственно, преобразовали и публиковали в интернете. То есть векторный формат генерального плана есть у всех, чтобы его можно было открыть, там, варки из каких-нибудь специальных программах. Каждый город его имеет, имеет разработку, но никто не хочет им делиться. Что делают депутаты? Они вносят поправки к генеральному плану, нарезают его на маленькие листочки, печатают и выкладывают. Получается, что генеральный план это 200 бумажек, которые просто по кусочкам опубликованы в интернете, и вот с этим просто ничего сделать. Невозможно до сих пор. Я надеюсь, генеральный план, опять же, в Эстонии это более продвинутая история, чем у нас, но, к сожалению, у нас это очень большая беда. Таким образом, в целом, я бы хотел показать на этом слайде, что открытость данных в стране не значит, допустим, если мы сравним индекс восприятия коррупции и индекс открытой данной. То есть вот это индекс восприятия коррупции, а здесь открытость данных. Мы видим, что, несмотря на то, что Россия может быть в лидерах по открытости, тем не менее по коррупции она в аутсайдерах. То есть открытые данные, у нас замечательные открытые бюджеты, тем не менее это никак не меняет ситуацию с коррупцией. Есть страны, в которых, да, там находятся посерединке, у которых, да, есть страны-лидеры во всех властях, у которых и с открытыми данными хорошо, и с коррупцией, так сказать, нету ее. Поэтому, к сожалению, вот сколько мы занимаемся в последнее время открытыми данными, открытыми данными в России, это не сильно меняет ситуацию. А можно пояснить, что вы называете открытостью данных тогда, если вы говорите, что бюджет России, например, открытый, там же, насколько я знаю, там большая часть статей просто засекречена военным, оборонным. Да, они очень большие, как бы, части бюджета, намного больше, чем, допустим, ЕС или там где-то, да, по процентным отношениям больше. Они не открыты вообще, потому что они просто секретны. Считаете ли вы, что этот бюджет открытый в этом случае? Есть разные уровни бюджетов. В России три уровня бюджета. Есть национальный бюджет, в нем есть закрытые статьи, которые, они закрыты, и с этим мы сделать ничего не можем. Это, к сожалению, составляет большую часть бюджета и внутри. Вот это влияет на эту открытую часть? Ваши понимания. Сейчас, секундочку. Эта часть закрыта, соответственно, но все остальное, оно открыто. Это национальный уровень. Дальше есть уровень регионов. На уровне бюджетов регионов нет закрытых статей. Компания. На уровне муниципальных бюджетов нет закрытых статей. Соответственно, я ответил ваш? Нет, вы не ответили. Я задал вопрос. Вот если брать хорошо в вашем понимании федеральные бюджеты... Это не в моем понимании. Есть международные организации. Русские говорят, что федеральные. Федеральный бюджет не полностью открытый, потому что есть закрытые статьи. Так вот по вашей классификации, если он при этом опубликован, допустим, в машиночитаемом формате, он будет 100% открыт? 100% нет. А вот как вы это оцениваете тогда? Вот эту долю, допустим, ну, к примеру, вы сравниваете его с бюджетом Германии, где только 2% идет на оборону. И если оно даже и закрыто, то это только 2%. А у вас там 30%, да? Значит, ему не полностью. Как вы это будете оценивать? Вы будете это одинаково считать? Если и та и другая страна опубликовала в одинаковом машиночитаемом формате, но в одной стране только 2% закрытые, как секретные, да? А в другой стране 30% закрытые. Будет ли это, по вашему мнению, по вашей классификации, одинаковая открытость? Это значит, что российский бюджет открыт на 70%, а немецкий открыт на 98%. А, вот так. То есть вы также учитываете, что это закрытая часть? К сожалению, во всех странах военные расходы закрыты. У нас бюджет военный 30%. Да, я лично ничего не могу с этим сделать. И, наверное, никто в стране в России, кроме одного человека, не может с этим ничего сделать. Я правду. Поэтому, Open Budget Index это не мой рейтинг. Это рейтинг международный. В нем участвуют страны. Вот у России, соответственно, есть определенные позиции. Вы можете посмотреть подробнее методологию составления этого рейтинга. Собственно говоря, там описано, почему Россия, она сейчас находится в этом индексе, по-моему, на каком-то 20, в каком-то месяце. Сочной высокой у нее позиции. Собственно говоря, вот, к сожалению, Эстонии нету, по-моему, в этом индексе, да? Нет. То есть, опять же, этот индекс составляется на основе опросов экспертов. То есть, если от Эстонии будут эксперты, которые поучаствуют, тогда Эстония появится в этом индексе. Собственно говоря, основой, в принципе, открытых данных являются гражданские проекты, которые создаются на основе данных, публикуемых органами власти. И в России, по-моему, появилось очень много различных проектов. Например, проект российской школы на основе информации об образовании, о школах, публикованных, сделали такой проект, который позволяет выбрать вам школу в зависимости от того, насколько она открытая. То есть, насколько у нее открытая информация о ее финансах и расходах, насколько у нее показатели успеваемости учеников высокие. Соответственно, вот они добавили 600 школ по Москве, участвуют в этом рейтинге. Опять же, на основе, сделан на основе открытых данных. На основе информации о расходах на дороги, посчитали, сколько в Сибири сделает такой проект, сибирские дороги, анализ расходов на дорожную инфраструктуру. Здесь представлена информация, то есть, поскольку все бюджеты региональные... Кстати, вот по поводу, возвращаясь к федеральному бюджету, к сожалению, с федеральным бюджетом все очень плохо. И никаких, как бы, здесь серьезных подвижек, с одной стороны, нет. Потому что бюджет национальный, он хотя и публикуется, но, допустим, только с прошлого года, он публикуется в формате Excel. То есть, мы там, не знаю, последние 3 или 4 года, общаясь с Министерством финансов, как бы все пинали их, давайте, публикуйте нормально. Все публикуют, а вы не публикуете. Они упирались до последнего, но все-таки начали публиковать. Но, опять же, статьи там тоже публикуются недостаточно подробно. Мы бы хотели, чтобы было более подробно. Но на данный момент уже, как бы, сдвинулось с мертвой точки, и вот Министерство финансов, оно теперь уже проводит свои хакатоны, свои мероприятия, вот по вот этой бюджетной открытости. И оно достаточно активно, оно, в принципе, поняло, они поняли, что это нужно им самим. Потому что они ищут свои внутренние проблемы, связанные с взаимодействием с региональными властями. Поэтому вот Министерство финансов одно из сейчас таких, как бы, чемпионов, которое старается действительно открывать очень много. Ну, вот у нас активисты сделали инфографику, где подробно разложили бюджеты всех регионов, расписали там по доходам, по расходам, собственно говоря, интерактивные инфографики, ее можно посмотреть на этом сайте. Она стала возможной только благодаря тому, что данные опубликованы в машиночечном формате. Потому что, ну, как, вручную это все проанализировать, переписывать, это все нереально. В России 23 тысячи бюджетов публикуются в год. Это очень много. Около 30 миллионов контрактов публикуются на сайте государственных закупок. То есть, в принципе, вот российская система государственных закупок, она считается одной из таких самых развитых, что ли, и достаточно открытых. Потому что там, в принципе, есть все. Желание, возможности для анализа и желание активистов, собственно говоря, пожалуйста, смотрите, пользуйтесь. Но при этом это не меняет ситуацию с коррупцией. Данные публикуются на сайте, естественно, Министерства финансов. Есть отдельный портал электронного бюджета. Вся информация о всех органах власти, о всех государственных учреждениях публикуются на отдельном сайте. Включая там бухгалтерские отчеты, финансовые, расходы, там, зарплаты на контракты. Вся информация собрана на одном портале, там можно ее посмотреть. Сайт государственных закупок имел, он как бы имеет машиночитаемый формат, и поэтому на основе этого сайта был создан активистский проект, называется Clear Spending. И это активисты, независимые организации, они берут с сайта госзакупок, автоматически информацию сохраняют у себя. Потому что на сайте госзакупок там информация, она находится в течение определенного времени. Потом она может уходить в архив, она недоступна через сайт, и вообще обычному пользователю тяжело пользоваться этим сайтом. А на этом сайте можно найти любую организацию, любой контракт, посмотреть подробности. Создан он полностью на основе вот этой официальной информации. Муниципальный контроль, одно из способов реализации открытых данных, например, это один из примеров, когда машиночитаемость является не полностью достаточной для развития тематики открытого правительства. И это хороший пример был с проектом «Муниципальная пила». Например, муниципалитет, он строит детскую площадку. Соответственно, по договорам все хорошо, по государственным контрактам все хорошо. А потом приходят активисты, берут линейку и начинают мерить. Значит, в контракте записано, что толщина, допустим, я не знаю, вот этой штуки должна быть 5 сантиметров, а она 3 сантиметра. Это значит, что 2 сантиметра украли. Увидеть это можно только, когда вы руками все пощупаете. Поэтому для таких проектов очень важны не только технологии, но и активисты, которые могут прийти вживую на место, осмотреть. То есть вообще с этим было очень много скандалов. То есть нарисована в госконтракте очень красивая детская площадка, приходишь на эту детскую площадку, а там совсем другое. И, соответственно, ребята уже дальше начинают по судам ходить, в суды обращаться, вот это все доказывать. И вот это вот часть, которую берут всегда на себя активисты. У нас есть портал «Красивый Петербург», куда жители, допустим, жалуются на какие-то городские проблемы, а дальше с этого портала это автоматически идет в электронное правительство Санкт-Петербурга. И у, допустим, правительства Санкт-Петербурга есть отдельный свой портал. Но вот сами активисты сделали такую инициативу значительно раньше. То есть это все проекты, так сказать, снизу. Про бюджеты скажу очень кратко. Есть несколько основных проблем с публикацией бюджетов. Вот так вот выглядит презентация бюджета в Санкт-Петербурге. То есть сам бюджет, он сотни домов, которые представляют собой книги вот из таких таблиц. То есть это десятки тысяч страниц, которые, то есть когда принимаете бюджет, вот это вот телевку завозят в парламент. Собственно говоря, вот, принимайте. Никто из депутатов бюджет никогда не читает в России. То есть это все принимают, потому что, собственно говоря, надо. Но на самом деле чиновник, каждый чиновник знает в бюджете строчку, которая его интересует. То есть вот они там смотрят, когда им нужно, все стороны не знают вообще. Бюджет публикуется в открытом виде, это действительно так. Его можно найти, но, к сожалению, формат, в котором он публикуется, он очень неудобный. И это большая проблема, я не знаю, что с этим будут делать дальше, но в данном случае бюджет публикуется в виде... Я объясню вот опять насчет Excel. В CSV такое было бы, в принципе, невозможно. Значит, бюджет публикуется следующим образом. Существует некая иерархическая структура. То есть итоговая сумма, она вот как бы здесь находится. Дальше идет разбивка по категориям. Разбивка по подразделению. Разбивка по разделам экономики. У них свои, соответственно, кода идут. Потом по программам, государственная программа, у нее свой код. И потом в самом конце конкретный вид расхода. И вот эта вот строчка последняя, она та, которая нам нужна. А вот эти вот все строчки, которые здесь записаны, они просто являются суммой вот этих, которые внизу. В общем, вот эта структура, которую они создали, она удобна немного для человека, когда он проверяет, но она абсолютно неудобна для человека, который владеет компьютером. Потому что если мы захотим проверить корректность этой суммы, ну как мы обычно делаем в XR, мы выделяем, складываем. Если мы выделим всю эту сумму, это получится не эта сумма. И вот это вот такая вот иерархическая структура, она очень неудобная. Что за тем, мы в свое время анализировали открытость бюджетов муниципалитетов Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург это город федерального значения, то есть он как регион, он состоит из 111 муниципалитетов. Вот Тарту это муниципалитет, правильно? Думаю, да. Таллинн это муниципалитет, скажите. Вот в Санкт-Петербурге вот один муниципалитет, это вот этот. У него свой бюджет, у него есть свой сайт, и он публикует его на сайте. Соответственно, вот мы собирали бюджеты, то есть собрать бюджеты 110 регионов программ КВ, просто, то есть даже на сайте эти бюджеты запрятаны. То есть даже на сайте нету как бы одной ссылки. У одного они публикуются в одном месте, у другого публикуются в другом месте. Большинство, то есть вот, соответственно, желтенькие это кто публикует хорошо бюджеты, красные это кто публикует плохо зачастую, то есть они не публикуют но допустим в формате HTML ну подводите, у вас же город субъект федерации есть бюджет субъекта федерации город с городом как вы старту сравниваете то нужно брать бюджет субъекта нет, потому что у вас субъекты регионы это разные бюджеты постарайтесь подумать молодой человек, не формально а просто на русском языке город, вы сами назвали город Санкт-Петербург что это такое? если вы сами назвали его субъектом федерации у него и бюджет вы сами назвали вы в России назвали его субъектом федерации у него есть свой бюджет который принимается правительством Санкт-Петербурга и у Дарту есть свой просто у нас тут свои названия регионов дело в том, что это по-другому организационные структуры разные допустим, бюджет региона я на самом деле пример был не очень корректный потому что вот в России есть столица регионов допустим, какого-то региона это Ульяновская область и вот бюджет Ульяновской области сопоставляется с бюджетом Санкт-Петербурга города ну и почему нет? при этом бюджет бюджет Калифорнии равен я не про цифры но при этом бюджет муниципалитета это всегда немножко другое то есть в России муниципалитет имеет определенные функции которые он выполняет он отвечает за три вещи за благоустройство некоторых территорий за социальную политику и за, собственно говоря тратить деньги на зарплаты чиновникам за дороги, за школы, за поликлиники муниципалитет не отвечает это не входит в бюджет муниципалитета это входит в бюджет субъекта федерации а вот в Тарту, например, отвечает с собой и в Нарвии отвечает а вот это город потому что разные структуры да нет, это в любом городе и у вас так потому что у вас просто город названный субъектом вот если вы возьмете у вас же возьмете какой-нибудь там Нижний Новгород это муниципалитет да, вот муниципалитет хотя тоже большой вроде бы город есть другие примеры есть другие примеры агломерации допустим Токио это не просто город это префектура и у каждой свой бюджет каждый по сути является муниципалитетом то есть это просто разная структура да, это дедушка, агломер ну понятно но это все такое ну не важно в любом случае есть некий город это все есть городской бюджет вы можете его как угодно назвать да, да и другой пример того где очень важна активистская деятельность это борьба с коррупцией мы, например, проводили антикоррупционный хакатон по итогам этого хакатона и в целом был создан портал на котором были собраны декларации чиновников они приведены были в машиночитаемый формат и если на данный момент допустим губернатор Санкт-Петербурга он публикует свою декларацию на сайте города Санкт-Петербурга и через год она исчезает этот портал он автоматически все собирает и в одном месте можно найти декларацию всех чиновников за все годы собственно говоря фонд борьбы с коррупцией является одним из таких вообще самых громких проектов в России которые пользуются открытыми данными госзакупок и на основе этого проводят свои расследования очень интересная тема особенно в России она очень больная поэтому очень интересно это выборы данные по выборам публикованы на сайте Центральной избирательной комиссии но, к сожалению, не в машиночитаемом формате соответственно, активисты используя как открытые данные таки, переводя их в машиночитаемые создают очень большое количество аналитики различной по тому, как реально проходят выборы да, вот у вас тоже завтра будут выборы и... у нас они давно и будут ну да, сейчас я имею в виду в парламент в непосредственно день выборов у вас завтра будет? у нас электронная государство, молодой человек нет, но... у вас есть... есть какой-то предварительный... как это называется? у нас электронная государство есть электронная есть электронная да, есть ну а завтра будут вот... завтра пойдут те, кто... они пойдут по компьютеру они пойдут они вот пойдут в бумажную да соответственно да, кому интересно анализы тоже должны начаться говорят до Шикаго как это ну как это ну еще акторы вот все это истории с открытыми данными это журналисты и один из моих любимых примеров и проектов это американский проект Dollar for Doctors в котором в котором активисты собрали информацию по всем фармацевтическим компаниям как они так сказать и за что они платят деньги врачам до этого проекта общей обобщенной информации о том как фармацевтическое и какие деньги фармацевтические компании платят врачам на едином ресурсе не было вот собственно журналисты вместе с программистами собрали эту информацию структурировали ее и у каждого врача в Америке можно найти такую страничку там написано сколько денег он получил от какой фармацевтической компании и за какие услуги то есть эта информация она вся была открыта просто была разобщена и здесь же они сделали на сайте список лекарств которые эта фармацевтическая компания выпускает кроме этого они сделали подсказку для пациентов какие вопросы задать врачу если вы нашли своего врача в этом списке например если вы нашли своего врача в этом списке а почему мне прописали лекарства именно этой фармацевтической компании а не какой-то другой не потому ли что они вам заплатили деньги за это и вот эта вот компания она очень много создала шума в США она в первую очередь изменила подход фармацевтической компании отказались от того что они будут платить деньги врачам за рекламу за еще что-то и это достаточно важный шаг например Россия может только позавидовать этому успеху потому что в России к сожалению врачам чуть ли не деньги заносит за то чтобы они рекламировали те или иные лекарства у вас врач вправе выписать конкретное фармацевтическое он может выписать любое лекарство то есть его за это не уволят с работы в России то он рекомендует лекарства не в Эстонии за это увольняют сразу отзывают это недопустимо в Эстонии вы можете указать только действующее вещество это очень хорошо это очень хорошо к сожалению у нас с этим все очень плохо поэтому хакатоны для журналистов очень популярны ну достаточно популярны то есть ну вот различные то есть собираются программисты журналисты и они ставят проекты на основе данных для журналистов это некий такой возможность поработать с технарями и они как носители проблем понимают в каком направлении двигаются а программисты будут соответственно делать собственно говоря то что им интересно вот таких катонов достаточно популярны на основе открытых данных можно делать инфографику вот пример Государственной Думы и здесь можно интерактивно посмотреть каждого депутата и как он мигрировал с какой партии куда как он перемещался собственно говоря вот парламент который так сказать парламенты которые были до Путина видно сколько партий здесь уже пришел Путин к власти видно до единой России как в земле а главное депутаты да после того как была опубликована вот эта инфографика до Путина такое понятие как прогульщики те кто не ходят там это тоже видная система перебежчики которые бегают из партии в партию собственно говоря интересный результат а вот такая вот так сказать политическая повестка открытых данных она безусловно очень интересна но есть еще не политическая повестка открытых данных это то что нужно и интересно для бизнеса и вот одним из таких сильнейших областей являются непосредственно транспортные данные это как бы самое продвинутое самый развитый кусок вообще всей истории в открытых данных в России достаточно ну по сравнению с другими странами СНГ не сравним по сравнению не сравним с Эстонией потому что не знаю то есть Эстония Латвия Литва к сожалению то есть они понятно далеко ушли вперед по сравнению с другими странами СНГ в плане электронного управления но тем не менее допустим Санкт-Петербург до сих пор это единственный город в России который публикует свои данные в формате GTFS это популярный формат публикации транспортных данных который позволяет публиковать любой человек может любой программист может подключиться к этой системе видеть движение общественного транспорта в режиме реального времени и на основе этого создавать приложения вот у меня вопрос у вас GTFS публикуется Март у вас GTFS data about public transport in cities I think we have в в в в в в в в в